Всем доброй ночи! У нас сейчас как бы вечер с пятницы на субботу. Банана уже ждет завтрашнюю ночь. Завтра у нее будет кормление. Мышки вот этой вот наружки. Кстати, на переднем плане это не шиншилла. Это лицо грошика вот такое вот. Тело шире, конечно, лица. Но там вот еще золотуха повесилась. Отдыхной у них уже все. Кто-то жрет, кто-то повесился, спит. Юный Эушка наблюдает за всем движняком. А я там молодых и ублефаров кормить собралась. Ловлю тараканова. Он тупо наблюдает за процессом. У хомячка после бурной вчерашней ночи, после активного секоса, теперь групповой отсыпной. Все дрыхнут. Норману пока еще новый домик не сделала. Не было просто времени. Поэтому ребенок вот обиженный, спит, свернувшись клубочком рядом со своим бассейном. Здесь изодаченное лицо сыночки Марти. Он уже, кстати, покушал. Я поставила новую воду. И вот он как-то интересно теперь исследует. А что это? Я хотел пройти. А тут опачки, что-то налито. Я не совсем понял. Надо пощупать. Что здесь? Ой, нифига себе. Налили. Ой, блин, мокро. Ничего себе. Да-да-да, оно точно мокрое. Надо же, наверное, вода придется идти в обход. Как-то так. У меня вообще, говорит, хозяйка придурашная. Переставила местами все, когда убирала контейнер. Вот иду, а тут бассейн. Ва, и мокрый вообще ужас. Объезжать теперь приходится. Так бы напрямик прошел. Вообще безобразие какое-то. Нарушение прав. А здесь можно посмотреть, почему бывает залапанный контейнер. Мастер-класс по обсыканию контейнеров. Вот так это примерно выглядит. Это специально для вас. Вот так я могу. Завидуйте им молча. Ну, кстати, часто так делают самцы. Я не понимаю цель такого вот мечения территории. Потому что самки все равно это не увидят и не услышат. Ну, им этого знать не дано. Поэтому вот они, товарищи, так вот периодически испражняются на стеночке. Да, в надежде, да, что скоро кто-то прочитает эту смс-ку. Послание любовное перейдет в гости. Не судьба солнца, не судьба. Ты малолетка. Да, с малолетками еще дамы не общаются. Зефирка быстро сегодня покушала. Весь процесс не снимала. Но несколько кадров, чтобы вас порадовать. Вот выкладываю. Да, пыталась есть поперек. Какая-то зажмурилась, чтобы точно оно вошло в лицо. О, ну, старалась, как магова. Очень вкусно, скажи. Очень-очень. Оттачивала мастерство охотника, скажи. Типа сама вообще ловила. Я ей просто пускала. Она сначала кушала сок. Потом вот захотела, чтобы они активно ошевелились. Буринга с Мигелой сегодня не стала мучать съемками. Выдаваем в потемках. Вот снимаю. Там, в принципе, можно присмотреться, так как Буринг жрет свой кормовой объект. Да, почти на ощупь в потемках. Но так они лучше кушают. Потому что, когда я пытаюсь заснять это дело со вспышкой, они начинают стесняться, выделываться. А Буринг вообще не любит, чтобы его снимали. Поэтому вот как-то так мы и кушаем. Я уже рассказывала. Мне главное не съемки. А чтобы моя детвора нормально кушала. Фигурно, как и сакакала. Да, и активно росла. В природе, кстати, они тоже питаются в основном по ночам. Там в потемках. Обоняние у них замечательное. И, как бы, взгляд фиксирует движение даже в темноте. То есть, вроде бы они охотились на живых кормовых объектов. Ну, а так едят за морозку. Ну, а после еды, как бы, кто переварит, а кто вот решил поконтактировать с космосом, вот стал, как Wi-Fi антенна Буринг стоит, короче. И принимает сигналы извне. Вот так вот, скажем. Очень удобно и практично. Они часто, удавчики, стоят в таких интересных позициях. Я уже не раз выкладывала. Ну, значит, ему так удобно. При этом он отлично реагирует на все, что происходит за пределами контейнера. Вот сейчас вот пошевелю пальчиками, и он сразу обратит на меня внимание. То есть, и он меня отлично видит, и я его тоже замечательно. Вот ведь заодно и пообщались. Ну, а Мегева после еды тупо зарлонилась теперь и дрыхнет, переваривает.